День добрый! День добрый, мои дорогие! Дище поразмавляем о чаще, о годинах, о минутах. Здравствуйте всем! Мы сегодня поговорим о времени. Згуры, то значит заранее. Я заранее прошу прощения за некоторые возможные грехи в моем рассказе, так как всегда я записываю видео с первого дубля, с первого раза, потому что жалею своей связки, своей глазки, свое время. И также я прошу прощения за мой голос в нос, потому что я есть заболевшая. Окей, а więc начнемы, начнемы разговоры о чаще. И первое питание, которое можем услышать, люб запыточь когось. Ктура ест година? Ктура ест? Ктура ест година? И сразу хочу вам дать такой лайфхак. Обращайте внимание на окончание в вопросе. Ктура стоит окончание а. Значит, такое же окончание у нас будет в ответе. Друга, Друга, Пёнта, Еденаста и так далее. Но для начала давайте прочитаем все названия часов. Ктура ест година? Ответим на вопрос. По-русски мы тоже говорим один, но первая, первый, слово меняется в корне. Запоминаю. Один, но первая година, или просто первая. Ктура ест година? Друга. Два, но вторая. Три, третья. Четыре, четвертая. Можете повторять вслух за мной, чтобы лучше и быстрее запомнить. Пять, пятая. Шесть, шестая. Седем, шедем. Ощем, усма. И увага, осем, то мы говорим так мягко, осем. Усма, скажем, тверда. Девять, але ктура ест година? Дзевята. Дзесять, ктура година? Дзесянта. Еденащия, ктура? Еденаста. Дванащия, двунаста. Появляется в углу у. Дванащия, але двунаста. Тринащия, тринаста. Чтернащия, четырнаста. Пятнащия, пятнаста. Шестнащия, шестнаста. Здесь буква с. Ни шешч, ни шешнащия, ни шешнащия, даже не могу неправильно сказать. Шестнащия, шестнаста. Щедемнащия, щедемнаста. Ощемнащия, ощемнаста. Чевентнащия, девентнаста. Два дзесяча, але дву дзеста. Ктура дву дзеста. Буквка у появляется. Если в названии часа два слова, то окончание меняем в двух словах. То есть в названии полного часа. Например, 21. Ктура есть годзина? Дву дзеста первша. У сохраняется. Двадзесяча два. Двудзеста друга. Двадзесяча три. Двудзеста третя. Очевидно, окончание а. И в первом, втором слове название часа. Двадзесяча четыре. Двудзеста чварта. Окей. И друге питание. То о ктурэй. О ктурэй годзине. Например, о ктурэй годзине умывилищ мы нас по тканью. Во сколько? В русском языке это во сколько. В польском это о. О ктурэй. Повторим вопросы. Ктура годзина? Который час? О ктурэй годзине? Во сколько? И просто прочтём. Вспоминаем лайфхак. Если в вопросе стоит окончание эй, то и в ответе в названии часа также будет стоять окончание эй. О ктурэй? О першэй, о другэй, о трэчэй, о чвартэй, о пьонтэй, о шустэй, о щудмэй, о усмэй, опять же твёрда, о щем мягко, о усмэй, твёрда, о дзевёнтэй, о дзещёнтэй, о ёданастэй, о двунастэй, появляется буква у в слове двенадцать и в слове двадцать. О трэнастэй, о чтэрнастэй, о пятнастэй, о шэстнастэй, о щедэмнастэй, о о щемнастэй, о дзевёнтэй, о двудзэстэй, 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 о двудзэ В стиле официальным и в стиле неофициальным. Стиль официальный, то двадеща, штеры, гуджины. Стиль официальный используется, как правило, например, на вокзалах, в аэропортах. То есть 20-часовой формат времени, когда, например, нам надо точно понимать, это 10 утра или 10 вечера. И стиль неофициальный используется обычно в разговорной речи, в повседневности. Давайте подробнее рассмотрим, чем же они отличаются. Собачьте, стиль официальный, стиль официальный всегда начинается с названия часа, а за часами идут уже минуты. Стиль неофициальный, всё наоборот здесь. Он начинается с минут, а после минут идёт название часа. Причём и в одном, и во втором стиле изменяются окончания только в названиях часа. Минуты всегда остаются без изменения, просто название цифры. Давайте поговорим немножко больше о стиле официальном. Как мы скажем 22 часа? Мы скажем КТУРА ЕСТ ГОДЖИНА, чили попросту КТУРА ЕСТ. ГОДЖИНА не всегда говорят это слово в Польше, просто ОКТУРА ЕСТ. КТУРА ЕСТ ГОДЖИНА? Раз в вопросе у нас А, значит в ответе будет А. ДВУДЖЕСТА ДРУГА. Здесь у нас только название часа. И название часа состоит из двух слов. Поэтому и в одном, и во втором слове мы меняем окончание. ДВУДЖЕСТА ДРУГА. ДВУДЖЕСТА ДРУГА. Как же сказать, если у нас появляются минуты, например, 7-20. Помним, что в стиле официальном вначале говорим название часа, потом название минут без изменений. КТУРА ЕСТ ГОДЖИНА? ЧУДМА. КТУРА А. ЧУДМА А. ДВАДЖЕСТЧА. Название минут без изменений, просто название цифры. ЧУДМА ДВАДЖЕСТЧА. Вначале название часа с правильным окончанием. После часа название минуты без изменений. Как же сказать, половина какого-то часа, 13-30, например. Мы скажем ЧУДМА. ЧУДМА. КТУРА. ЧУДМА. Изменили название часа. И ЧУДМА. Остали без изменений название минуты. Как сказать без 15-5, например, 16-45. 16-16, название часа и название минут без изменений. ЧТОРДЕЩЧИ ПЕНЧ. 16-40-5. Очень легкий официальный стиль, я бы сказала. Но давайте немножко потренируемся. 12-05. ДВУНАСТА ПЕНЧ. Или 22-40. ДВУДЕСТА. ДРУГА. ЧТОРДЕЩЧИ. Специально выбрала 12 и 20, чтобы они забыли, что появляется бутылка У. А как нам сказать, например, 13-10? Прошая. Слуха. Так, очевидче. 13-10. Супер. А теперь мы переходим к стилю неофициальному. Его мы разберем более подробно. Смотрите, в стиле неофициальном на первом месте идет название минут без изменений. Просто название цифры. После названия минуты идет название часа с правильным, с нужным окончанием. Как же сказать 22 часа или 10 вечера? Мы просто говорим, КТУРА ЕСТГОДЖИНА? ДЕЩЁНТА. ЧТОРА ЕСТЬ ВЕЧОРА. ДЕЩЁНТА ВЕЧОРА. А если у нас появляются минуты? Например, 7-20. Как мы скажем? Мы скажем. Вначале название минуты без изменений. ДВА ДЕЩЧА. Минутки 20. ДВА ДЕЩЧА. ПОСЛЕ СЕДЬМОЙ. Так как ГОДЖИНА родный женский в языку польским. Поэтому ПОСЛЕ КАКОЙ? ПОСЛЕ СЕДЬМОЙ. ДВА ДЕЩЧА ПО СЮДМЕЙ. ПОСЛЕ КОТОРОЙ. ПО СЮДМЕЙ. ДВА ДЕЩЧА ПО СЮДМЕЙ. Как нам сказать половина какого-либо часа? Мы скажем ВПУ ДО ДРУГИЙ. Половина до второй годины. До второго часа по-русски. ВПУ ДО ДРУГИЙ. А как сказать, например, без пятнадцати? То есть без пятнадцати пять мы скажем ЗА ПЯНТНАЩЧЕ ПЁНТА. Название без изменений, час изменяем. КТУРА ГОДЖИНА ЗА ПЯНТНАЩЧЕ ПЁНТА. То есть через пятнадцать минут будет пять часов. Не пугайтесь, не напрягайтесь, расслабьтесь, подышите. Сейчас мы всё-всё-всё подробно разберём. Итак, МАЛ и ЗАГАРЫХ. Имеем здесь часы нарисованные. Мы сейчас работаем только со стилем неофициальным. В официальном всё понятно. Стиль неофициальный. Условно разделим часы на четыре части. У нас есть полный час. Название часом, когда мы говорим без минуток. Нам всё как КТУРА ЕСТЬ ГОДЖИНА, ДВУНАСТА, ПЕРША, ДРУГА, ДШЕЧЕР, ШВАРДА, ПЁНТА и так далее. Или же если спросят ОКТУРЭЙ, то ОДВУНАСТЫЙ, ОПЕРШИЙ, ОДРУГИЙ. Это всё просто. Если у нас половина какого-то часа, то мы... У нас есть формула. Вот я написала формула. Мы пользуемся первое время этими формулами. И мы скажем ВПУ, ДО... И название часа с окончанием ЭЙ. ВПУ, ДО, ДРУГИЙ, то есть ПОЛВТОРОГО. ВПУ, ДО, ЩЮДМЫЙ, ПОЛСЕДЬМОГО. ВПУ, ДО, ЕДЫНАСТЫЙ, ПОЛОДИНАСТАГО. Давайте на примерах разберём. Прошу. То есть вот она у нас формула. Помним её. ВПУ, ДО, название часа с окончанием ЭЙ. Например, 22-30. Но мы не говорим 22 в стиле неофициальном. Поэтому мы скажем 10-30 или половина одиннадцатого. И скажем это ВПУ, ДО, ЕДЫНАСТАГО. 16-30. Снова в официальном стиле мы не говорим 16. Мы скажем 4-30 или полпятого. ВПУ, ДО, ПЁНТЫЙ. 8-30. ВПУ, ДО, ДЕВЁНТЫЙ. Пол девятого. Половина до девятого часа. 12-30 мы скажем ВПУ, ДО, ПЕРВШЕЙ. Ну и давайте немножечко вспомним официальности. 22-30. Неофициально мы скажем ВПУ, ДО, ЕДЫНАСТАГО. А официально, как мы скажем? СУХОМ. А мы скажем... Помним, название часа идёт вначале. Двудеста, ДРУГА, ШИДЕЩЧИ. 16-30. Неофициально в стиле мы скажем ВПУ, ДО, ПЁНТЫЙ. А в официальном стиле мы скажем ШЕСНАСТА, ШИДЕЩЧИ. Восемь тридцать, ПУ, ДО, ДЕВЁНТЫЙ. Или же УСМА, ШИДЕЩЧИ. Помним, что УСМА твёрдо произносим. УСМА, ШИДЕЩЧИ. Двенадцать тридцать, в неофициальном стиле мы скажем ВПУ, ДО, ПЕРШИЙ. А в официальном стиле мы скажем ДВУНАСТА, ШИДЕЩЧИ. ОК? Теперь разберём первую половину часа. Вот, от, там, минуточки от 00 до 30, до 29, до 29. У нас есть формула Х, где Х – это название минут без изменений. Дальше идёт ПО, ПОСЛЕ, и название часа с окончанием ЭЙ. То есть, сколько-то минут после какого-то часа. Например, пять минут после часа. ПЕНЧ – название минут без изменений. ПО, ПЕНЧ – ПО, ПЕРШИЙ – пять минут после часа. ПЕНЧ – ПО, ПЕРШИЙ. Давайте пойдём к примерам и прям каждые пять минут разберём. Вот наша формула Х по, Х – название минут без изменений, ПО и название часа с окончанием ЭЙ. Например, пять минут первого или 12.05, в неофициальном стиле мы скажем ПЕНЧ по двунастый. А если нам надо официальный стиль, как мы скажем? Так, с ухом, с ухом, прошлое, учреждение двунаста ПЕНЧ. Супер! Ну, возвращаемся к неофициальному стилю, разбираем. ПЕНЧ по двунастый. Если у нас 10 минут, 10-10, например. ДЕЩЕНЧ по дещонтый. ПО КТУРЫЙ по дещонтый. 14-15 мы можем сказать ПЕНЧ НАЩЧ по другий. Или же ЧЕТВЕРЬ ЧАСА после двух мы можем сказать ЧЕТВЕРЬ ЧАСА КВАДРАНС. КВАДРАНС по другий. И так, и так можно говорить ПЕНТ НАЩЧ по другий. КВАДРАНС по другий. 18-20, например. КВАДРАНС, мы можем сказать ДВАДЕЩЧА ПО ШУСТАЙ. То есть 20 минут после шести. А давайте вспомним официальный стиль. О, СЕМНАСТА. ДВАДЕЩЧА. Супер! СЕМЬ-25, ДВАДЕЩЧА ПЕНЧ, потому что в неофициальном стиле вначале идут названия минут без изменений. ДВАДЕЩЧА ПЕНЧ, ПО КТУРАЙ ПО ШУД МЕЙ, ПОСЛЕ СИНИ. ОК, и теперь рассмотрим вторую половину часа под половиной до ноль. Также у нас есть формула ЗА, то есть ЧЕЛЕЗ. ИКС – это название минут без изменений, и дальше название часа с окончанием А. Идем к примерам и посмотрим, как сказать 17.35 или же без 25 минут 6. Лучше так даже себе первое время говорить, чтобы правильно, грамотно строить предложение в поиском языке. ЗА ДВАДЕЩЧА ПЕНЧ, ШУСТА. Вот у нас формула, подсматриваем ее. ЗА ЧЕЛЕЗ сколько-то минут будет такая-то ГУДЖИНА. ЗА ДВАДЕЩЧА ПЕНЧ, ШУСТА. Без 20 – 11, как мы скажем. ЗА ДВАДЕЩЧА – 11. Меняем окончание только в названии часа. Без 15 мы можем сказать двумя вариантами. ЗА ДВАДЕЩЧА ЧВАРТА, то есть без 15 – 4, или если дословно через 15 минут 4. Или же можем сказать без четверти 4. ЗА КВАДРАНС ЧВАРТА. Без 10. ЗА ДЕЩЧА – 9. То есть без 10 – 9. ЗА ДЕЩЧА – 9. 23.55 или 11.55, то есть без 5 – 12, мы скажем. ЗА ДВАДЕЩЧ – 12. А как же бы мы сказали это в официальном стиле? Вначале название часов, потом минут, так, слухом, слухом. ОЧВИЩЧЕ – 23.55, супер. Презентацию я отправлю. Вы можете всё, конечно же, и не один раз посмотреть, почитать, повспоминать, потренироваться. А мы с вами пойдём к вопросам. Мы уже знаем два вопроса. КТУРА ГОДЗИНА, czyli КТУРА ЕСТ ГОДЗИНА, czyli по-просту КТУРА ЕСТ. Найчэнще так пытаём. КТУРА ЕСТ. И О КТУРЕЙ, то есть КАТОРЫЙ ЧАС и ВОСКОЛЬКО. Но ещё есть несколько популярных вопросов, например, ОД КТУРЫЙ до КТУРЫЙ, ПРЦЭД КТУРОМ, ПРЦЭД КТУРОМ ГОДЗИНОМ, ОД КТУРЫЙ до КТУРЫЙ ГОДЗИНЫ, НА КТУРОМ, НА КТУРОМ ГОДЗИНОЕ, МЕНЗЫ КТУРОМ, ОКТУРОМ, ПО КТУРЫЙ. И сейчас мы эти вопросы разберём подробно и даже с примерами. Первое питание. КТУРА ЕСТ. КТУРА ЕСТ ГОДЗИНА, КОТУРЫЙ ЧАС? И мы можем сказать за 20 час, 6 час. То есть через 20 минут будет 3 часа. Или 2.40 из 23. Или же можем сказать в стиле официальном ДРУГА ЧТЕРДЕЩЩІ. Если у нас 2 часа, мы скажем 14, czyli ДРУГА. Здесь всё просто. Второй вопрос. ОКТУРЫЙ, ВА СКОЛЬКА? И, в przykład, СПОТЫКАМЫЩЕ ЮТРО О ШУСТЫЙ. О КТУРЫЙ вспоминаем, что как в вопросе окончания, так и в ответе, но только в названии часа. Мы встречаемся завтра в 6 часов. Что ж, Мартон? Настэмное, колейное питание. ОТ КТУРЫЙ ДО КТУРЫЙ. СО СКОЛЬКИ ДО СКОЛЬКИ? И также можно менять их места. Приклады. ОТ КТУРЫЙ ДО КТУРЫЙ ДИЩЕЙ ПРАЦУЕШЬ. СО СКОЛЬКИ ДО СКОЛЬКИ? Или ОТ СКОЛЬКИ ДО СКОЛЬКИ? ДО СКОЛЬКИ ДО СКОЛЬКИ ты сегодня работаешь? ДИЩЕЙ ПРАЦУЕ. ОТ УСМАЙ ДО СЩЕДЕВНАСТЫЙ. Я СЕГОДНЯ РАБОТУЮ С ВОСЬМИ ДО ПЯТИ ВЕЧЕРА. И можно поменять местами. Вначале до, ктуры, от, ктуры. На ПШИКЛО. ДО ШЕСТНАСТЫЙ ЕСТЕМ ЗАЯНТА ДИЩЕЙ. АЛЕ ОТ ШЕСТНАСТЫЙ ЕСТЕМ ВОЙНА. И МОГА ИЩЬ С ТОГОН. ТО ЕСТЬ ДО ШЕСТНАДСТАЙ ГОДИНЫ, ПТОМУ ЧТО ПОЛУНИ ГОДИНА РОДЫ ЖЕНСКИ. До шестнадцати. До четырёх вечера я сегодня занята, но с шестнадцати часов я свободна и могу пойти с тобой. МОГУ ПРАШИМ. Настепное питание. ПШЕД КТУРОМ? И ПШИКЛАДЫ. МУШЕ ВРУЧИТЬ ДО ДОМУ ПШЕД УСМОМ? Я ДОУЖЕН или Я ДОУЖНА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ до восьми. ПШЕД КТУРОМ? ДО КАТОРОГО ЧАСА? Ещё один пример. И здесь немного отключимся от времени. Смотрите, когда у нас короткое слово и перед ним стоит предвог, то удаление падает на предвог. БЕНДЖЕМЫ УНЕЙ, НЕВЕМ и так далее. Если мы выйдем сейчас, то мы будем у неё до двенадцати. Следующий вопрос. НА КТУРОМ? На какое время? МАМ ВИЗИТЫ НА ШУСТОМ? У МЕНЯ ВСТРЕЧА ШЕСТЬ. ЗАПРАШИМ НА ШЕСТНАСТОМ В ЧВАРТЕК НА СТЕМПНЕГУ ТРИГОДНЯ. Я ПРИГЛАШАЮ ВАС НА ШЕСТНАСТОМ? на четыре часа в четверг на следующей неделе. МАМ БУДИК НА ЧЕВЁНТОМ ГУДЖИНЕ. У МЕНЯ БУДИЛЬНИК. Я ЗАВЕЛАСЯ БУДИЛЬНИК. И ЗАВЕЛАСЯ БУДИЛЬНИК. И ЗАВЕЛАСЯ БУДИЛЬНИК. И ЗАВЕЛАСЯ БУДИЛЬНИК НА ДЕВИТЬ ЧАСОМ. На который час поставил будильник? НА ЧЕВЁНТОМ. ИЧЧЕ СПАЧ. ЮТРО НА ШУСТОМ МАЧЕ БЫЧ ГОТОВИ. ИДИТЕ УЖЕ СПАТЬ. ЗАВТРА В ШЕСТЬ ЧАСОГ ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ. ТЕЛЬЮЩИЙ ВОПРОС. МЕНЗЫ КТУРОМ А КТУРОМ? МЕЖДУ КАКИМ И КАКИМ ЧАСОМ? И ПШИКЛАДОМ. МОЙ ИШНЯ ДАНИЙ МОЖЕ БЫЧ МЕНЗЫ ШУСТОМ А СЮДУМ АЛЬБУ СЮДУМ А УСМОМ. МОЙ ЗАВТРАК МОЖЕТ БЫТЬ МЕЖДУ ШЕСТЮ И СЕМЬЮ ЧАСАМИ ИЛИ ЖЕ МЕЖДУ СЕМЬЮ И ВОСМЮ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, НА РАБОТУ Я ИДУ, РАНЬШЕ ЛИ ПОЗЖЕ, И ВОБЩЕ, МОЖЕТ, ВЫХОДНОЙ СЕГОДНЯ. И ДЕСЬ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, БУКОВКА А, МОЖНО ГОВОРИТЬ И, А МОЖНО ГОВОРИТЬ А. БЫЛ ПО ПРАИЛЬНО СКАЗАТЬ МЕНЗЫ ШУСТОМ И СЮДМОМ, И ТАКЖЕ ПРАВИЛЬНО МЕНЗЫ ШУСТОМ А СЮДМОМ, А ЗАЗИ ЗНАЧЕНИЕ И. СЛЕДУЩИЙ ПРИМЕР. СПОТ КАМЫЩЕ МЕНЗЫ ШУСТОМ А СЮДМОМ В СЮРОДЫ, ТАК? Мы ВСТРЕЧАЕМСЯ ГДЕ-ТО МЕЖДУ ШЕСТЮ И СЕМЬЮ В СРЕДУ, ДА? МАШ ВЫЛЕТ МЕНЗЫ ПО УНОЦОМ А ПЕРШУ УТРОМ У ТЕБЯ ВЫЛЕТ МЕЖДУ ПОЛУНОЧЮ И ЧАСОМ ЗАВТРОМ. И ОСТАТОМНО ПЫТАНИЕ, ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС, КОТОРЫМ, ПО КТУРЫ, ПОСЛЕ КОТОРОГО ЧАСОМ? ЗАДЗВОНЯ В НЕДЕЛЕ ПО ЕДЕНАСТА. Я ПОЗВОНЮ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ОДИНСТА. БО, МОЖТ БЫТЬ, Я СПЛЮ ДО ОДИНСТА, И ТОНКО ПОСЛЕ ОДИНСТА МОГУ ПОЗВОНИТЬ. КАВЯРНЯ ОТ ВЕРОЩЕ ПО ДЮЩЕНТЫЙ. КАФЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ДЕСЯТИ. ОК? В ПРЕЗЕНТАЦИИ Я НАПИСАЛА НЕСКОЛЬКО СВОВ, КОТОРЫЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМЕ ВРЕМЯ. А СЩАСЬ МИ ХНЕ БУДЇМ ЧИТАТЬ, ВЫ МОЖЕТЕ ДА ПОЧИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОК? ДО УСЛЮШЕНЯ, ДО ЗУБАЧЕНЯ. ДО ЗУБАЧЕНЯ.